Всем привет! Сегодня будет преображение вот этих часиков. Купила я их в магазине порядок с сумасшедшей скидкой, там около 300 рублей. Вот они внизу еще поцарапаны, но я посмотрела корпус цел, мне нужны были механизмы стрелки, я на часы даже не смотрела особо. А тут подумала, почему бы не сделать из них классные часы. Итак, проверила на все щели, чтобы по торцам ничего нигде не торчало, заклеила изнутри горячим пистолетом. Акриловой краской тщательно прокрасила весь фон, даже глубоко по торцам, здесь достаточно глубокий торец по бокам. И теперь приступаю к берегу. Я планирую залить море, черное море, и хочу сделать черный берег с черным песком. Делаю смесь акрил, ПВА-клей, сухой песок и сверху укладываю камни. Сейчас я их просто выкладываю, примеряю, как будут они лежать лучше по композиции. Камни в дальнейшем лучше приклеить на жидкие гвозди, ну даже если вы собираетесь заливать берег весь смолой, наверняка, чтобы они не отвались, потому что они нелегкие. Я их просто собирала во дворе у себя, это обычный щебень, или как это правильно даже называется. В общем, нет, не щебень, это камни. В общем, какой-то камень, который дорожки просыпает. Дальше на еще не застывший акрил и смесь с ПВА-клеем просыпаю черный песок, и видите, кисточкой формирую такой неровный берег, такую фактуру какую-то делаю, как будто по нему побегали уже в 100-500 человек. И прокрашиваю кисточкой этой же камушки по торцам, сверху чуть-чуть, хаотично, неаккуратно. Вот у меня еще есть хрустальная крошка, которую я нашла от резинарт. Кому нужно будет где заказать, пишите ей, отвечу. Я на них подписана, по-моему, в инстаграме заказывала. И прокладываю тоже не сильно явно, но оно будет классно бликовать под смолой, я уверена. Дальше отверстие для часового механизма закрываю стержнем от горячего пистолета, проклеенным скотчем. Он отлично отойдет, можно карандаш вставить, тоже проклеить скотчем. От скотча смола хорошо отходит. А вот этот момент для фом неверующих. У меня уже был момент переписки с подписчицей, которая не верила, сколько я смолы трачу. Первый слой, смотрите, 600 грамм, это первая заливка только у меня уходит. В общем, на эти часы ушло полтора литра смолы. Поэтому первый слой 600 грамм проливаю. Я люблю густенько, прям, чтобы лежала смола, мне нравится этот объемный эффект. Первый цвет у меня ярко-синий, я замешала с акрилом, вот он, видите, лежит в левом углу. А второй это резинарт, морская волна называется, цвет. Он более прозрачный, мне хотелось, чтобы вот такой плотный и прозрачный цвет смешивали. Смотрите, особо не заморачиваюсь по поводу, как хорошо и тщательно все перемешивается, потому что потом буду дуть феном, и то, что я намешаю, оно и все изменится в 100-500 раз. Прогреваю горелкой обязательно. И берег, всю часть берега, камни я заливаю по косой с прозрачной смолой. Замешиваю белый пигмент, обязательно стаканчик тонкий носин, и жирненько проливаю две волны. Одну по камням, она будет по берегу расходиться хаотично, а вторая идет в море. Ну, смотрите, я знаю, что я буду заливать две волны, и я не особо сейчас переживаю и не стараюсь делать какую-то очень красивую фактурную пену. Вот сейчас, видите, я на планшете раздула силикон, он дает вот такой ажурный эффект. В принципе, можно оставить и залить следующей волной, но я хочу раздуть и такое размытое движение какое-то сделать. И меня не волнует сильно сейчас кружавчатая пена, потому что я буду делать вторую волну. Если вы переживаете о том, что вам нужна красивая пена и красивый берег, то лучше подождать, потому что, видите, сейчас жидкая у меня смола, лучше подождать, чтобы она чуть-чуть загустела, и только потом задувать пену. Тогда она останется такой, какой вам нужно. Я так как лью второй слой, меня этот вопрос не особо сейчас заботит, мне нужно сделать просто направление движения воды. Я раздуваю берег по камням, чтобы огибалась вода, раздуваю пену вот вдоль камней, чтобы она поднималась вверх и вниз чуть-чуть заходила. Следующую волну я буду делать уже именно такой, какой мне нужно. Вот как раз смола просохла, я в первом слое добавила немножко больше затвердителя, чтобы она застыла через несколько часов. Вот прошло 4 часа, по-моему, и смола, первый слой застыла. Заливаю только прозрачную смолу без красителя, без ничего. Вторая волна, чтобы она получилась идеально кружачатая, она должна была без цвета, чтобы не давать грязи. Убираю пузыри. И вот сейчас нужно выждать момент. Я проотливаю толстую, тоже толстую пену с смолой, белой, с белым пигментом, но даю постоять чуть-чуть. И только потом прогреваю горелочкой, пропшикиваю силиконом, видите, на планшете. Не сверху на нее, а на планшет пшикаю силикон. Сразу видно, ажурная пена появляется. Не сильным потоком, тут немножко ускорено видео, но я самым слабым потоком раздуваю пену, даю ей движение, растягиваю, как мне нужно, максимально высоко. Если вы хотите низко, не тяните наверх. Или можно просто поднять один край и протянуть всю композицию так, как вам нужно. Раздуваю, после этого пшикаю еще раз силиконом и даю все застыть. Вот так получается та пена, которая вам нужна. Но главное здесь именно выждать время, тот момент, когда смола начинает густеть. Просто если она будет сильно жидкая и свободная, она растянет вашу пену и не даст ей высохнуть так, как вам хочется. Достаю стержень, вставляю механизм, у меня это 28 мм, наверное, самый высокий, потому что заливка большая, и вставляю стрелочки. Та-дам! Надеюсь, всем все понятно.